Вы считаете, что у вас чаще обычно выпадают волосы? Появилось залысиное, очаговое облысение, тотальное облысение? Не могу сказать, что это хорошо, но хорошо, что вы нашли это видео. Я врач, фитотерапевт, диетолог Борис Качко, особо не ухаживаю за своими волосами, я ухаживаю за своим организмом. Я знаю, как обеспечить ему правильное питание, организму в целом и волосам в частности. Чтобы волосы не выпадали чаще и шевелюра была более-менее приличной. Это не парик, это свои родные волосы, которые естественным путем обновляются, как это положено. В среднем волос живет от 3 до 8 лет и выпадает. На его место, с той же точки фактически, вырастает новый волос и все в порядке. Вы этот падеж видите только в окружающей среде, на расческе можете видеть. Но несколько десятков волос это не составляет никакой проблемы, потому что на голове десятки тысяч. Вот когда это усиливается процесс. Причин фактически две основных. Когда волос попал в неблагоприятные условия, он, соответственно, продолжительность его жизни сокращается. Вы знаете, чем отличаются хвойные леса от лиственных? С продолжительностью жизни вот той листвы, которая находится на дереве. Потому что хвой это тоже лист, только видоизмененный. Хвоинки падают по одной, вы зашли в хвойный лес, вы видите, хвоя лежит на полу, на земле. Смотрите на дерево, оно зеленое. Заходите осенью или зимой в лиственный лес, деревья пустые, все листья лежат внизу. Вот всей разницы. В лиственных лесах лист живет несколько месяцев, а хвоя несколько лет. Если вы создали неблагоприятные условия для своих волос, у вас, как в лиственном лесу, будут периодически опадать эти самые волосы. И вам придется чуть дольше умываться, но зато меньше расчесываться. Но как сделать обратный процесс? Все легко и просто. Волосы нужно две вещи. И падение волос может быть из-за двух проблем. Первое. Нарушенное питание. Второе. Слишком много токсинов в кровеносном русле. Любая проблема может привести к тому, что волосы падают. Питание зависит от состояния печени, очищения крови, от состояния печени и почек. Если эти органы у вас работают хорошо, кровь у вас более-менее чистая, а волосы, как индикатор чистоты крови, находятся на голове. Если печень и почки работают с напряжением, у вас появляется залысина. Если с перенапряжением, у вас появляется облысение. Если эта ситуация продолжается годами и десятилетиями, можете представить, как здорово вашему организму, если у него такая грязная кровь. И то, что вы не знаете каких-то болезней, говорит о том, что не все болезни проявляются сразу. Некоторые болезни проявляются постепенно. Но мужчина с хорошим облысением, как правило, у него есть хронический простатит. Как правило, в почках у него лежит песочек, а может быть уже и камушки. То есть солевой диатез превратился в мочекаменную болезнь. Следом идет пила нефрита. Почка ослабляется в большей степени. Очень часто на этом фоне развивается патология суставов. Остеохондроз позвоночника, это как так и должно быть. Обмен на дистрофические заболевания суставов легко и просто. Узловой токсический зоб легко и просто. У женщин на этом фоне развивается мастопатия, фибромиомы. Щитовидка страдает, кстати, в большей степени у женщин. То есть это все индикаторы того, что и печень, и почки не очень хорошо очищают кровь. Кровь более-менее грязная, а волос как индикатор это показывает. Больше того, когда вы восстановите работу этих органов, я вас уверяю, волосы еще пару месяцев будут падать. Потому что сегодня выпадает тот волос, который погиб не вчера. Который погиб 2-3 месяца назад. Поэтому не рассчитывайте на быстрый результат. Начали что-то делать и все. Шевелюра восстановилась в полном объеме. Нет, это процесс растянутый во времени. Но если вы занимаетесь этим целенаправленно, вы имеете определенную перспективу положительную. Если вы будете заниматься хаотично и от случая к случаю, ну и результат будет такой же. Поэтому если вы хотите уменьшить выпадение волос, то есть продлить жизнь каждому своему волосу, побороться с облысением с залысинами, контакты вы видите, вы легко можете обратиться. Потому что в принципе облысение это индикатор, еще раз напомню, состояние вашей крови и работоспособности вашего организма. Поэтому когда у человека есть облысение, он все-таки живет меньше, потому что не только волосы, но и все другие клетки в вашем организме, жизненно важные органы, не получают полноценное питание. И не очищаются от своих токсинов, потому что токсины уже заполнили кровеносное русло и не могут удалиться из вашего организма. Поэтому если вы хотите лечить облысение в комплексе и решить другие сопутствующие проблемы, контакты вы видите, вы легко можете обратиться.